ММА Бетс 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 Учалось уже меньше. Причем в первом Погодин там его отправлял в нокдауны. Я вот смотрю, я думаю, ну все, ну он его уничтожит. Ну типа знаешь, ну не доживет до решения. Там такое убийство просто происходит. А он живет, и живет, и живет, и второй раунд живет, и третий начинается. Я такой думаю, а что происходит? А происходит то, что Низ Погодин просто устает по кардио. Он реально, он реально устал по кардио. Он стал намного меньше двигаться во втором, уже со второго раунда. Он стал намного меньше бить, просто экономит то, что вот этот бензобак, который у него остался. Он стал намного легче бить. Посмотрите, как он бьет. Ну, возможно, там рука была травмирована, он очень много открытой ладонью бил. Но даже те удары, которые были закрыты, да, ладонью кулаком, они не были уже сильно прям тяжелые. Видно было, что он просто не вкладывается в них. Просто вот реально, мне казалось, в первом раунде он его убьет, но потом, после усталости, уже не получалось. Ну, тем не менее, этого соперника, у которого еще травма ноги случилась, который там падал просто каждые три секунды, на ногу он встать не мог. Ну, я про Шопена вот этого говорю. Ну, вот этого соперника Денис Погодин прошел. Достаточно ли это, чтобы выходить за перстень? Да я бы сказал, если честно, что нет. На мой взгляд, все-таки нет. Ну, это не оппозиция. Это не оппозиция. Что касается Валеры Заботина, ну да, это ветеран. Это настоящий ветеран кулачных боев, да. И на данный момент, соответственно, он в крайнем бою, в сложном бою выиграл. Адоса Сандибека, это реально сложный соперник. Это вам не Шопены какие-то там, да, из Махача ФЦ. Вот. Ну, это типа реально хороший боец. И бой, кстати, был сложный. Бой был близкий. Но Валерий Заботин, он его все-таки очень хорошее кардио показал, очень хорошую работу. Да, ну, мы в целом знаем. У них, знаешь, у них даже стиль-то похожий, на самом деле. Они оба передней рукой любят работать. Но мы видели Валерия Заботина на протяжении длительного боя. Мы знаем, сколько он может продержаться. Мы знаем, как он дышит. К этому бою, кстати, к этому бою, да, он хорошо готов, в хорошем зале тренировался. И мне совершенно непонятно, с какого просто на него коэффициента. Около трешки я просто этого не понимаю. Безусловно, Денис Погодин крайне хорош, но заслужил ли он коэффициент 1,37? Опять же, а в других конторах еще меньше. Я вот сейчас перед подкастом проверял. Там на Погодину уже за трешку кайф уходит. Как ты думаешь, Сень, вообще по делу вот такие вот дела у букмекеров? Вот, разбирая этот бой, сначала, конечно, я без разбора отметил за Погодина. Сначала я хотел бы такой легкий кламбур, да, главное, чтобы любая Погодина вас не заботена, да? Оп! Не удержался. Не удержался. Вот, ну, в общем, возвращаясь к этому, да, я просто отметил Погодина, а потом думаю, ну, ну, как так можно, бля, ну, ёптвою мать, ну, посмотри ты, ёбаные бои. И вот я посмотрев эти бои, я кардинально изменил свою точку зрения, потому что, да, Денис Погодин мастер дистанционной работы. Он хорошо работает перед, точнее, ну, отлично работает передней рукой, и даже основа его работы, можно сказать, прям, можно сказать, прям фундамент его работы, это фундамент и даже кладка его работы, это передний, это джеб и передний хук, это прям вот всё, что у него практически, там, основная работа его, да? И, естественно, этот вот сайдстеп, там, уходы, неплохая, ну, хорошая работа на ногах, всё у него есть. Вот, во-первых, посмотрите, с кем он дрался, это вообще боец из Махача один, а второй, ну, понятно. При этом Заботин дрался с топами, топ-дога, ещё с, там, незаправительных времён, развиваясь, проигрывая моментами, да, ну, опять же, из того, что мы видели в последних боях у него, у него был супер неудобный для него бой с Лебеком Адосом, Адосом, и он его выиграл. Там, понятно, что большинство, там, болело, там, за Валеру, бой был близкий, но он его победил, так или иначе, да? Это был супер неудобный для него поединок, потому что там дистанция неправильная для него, потому что там была активная работа, ту, которую он не любит, да, и вот, ну, всё прям сложилось, но он победил всё равно. Им удают сейчас бой с Денисом Погодиным. Как мне кажется, достаточно удобно для него соперникам, потому что Валерий Заботин тоже является мастером дистанционной работы, и такой же мастер дистанционной работы для него достаточно удобен, потому что этот мастер, Денис по имени, да, он не будет идти вперёд, он не будет его напрягать, он будет работать, так же, как и всегда, от соперника. То есть, Валерий Заботин нужно напрягать, его нужно бить по корпусу, его нужно на нём висеть, чтобы он заебался, чтобы он не мог драться, чтобы он не мог скакать вперёд-назад на ногах, да, чтобы он не мог вставлять свой удар сильный с правой руки, да, вот. Ну, будет всё это делать Погодиным? Нет, он, наоборот, сам Круголя наматывает назад, он там просто спринт бегает, можно сказать, задним ходом, да, вот. Вот, и по факту, вот именно этим он и за этот заебывает себя, да, то есть он, он, во-первых, пропускает под джеб, у него он мало работает перед головой, Погодиным очень мало работает головой, поэтому он пропускает периодически от своих соперников, ну, вот, даже от тех вот, с кем он дрался. Он, во-первых, пропускает под джеб, дальней рукой в разрез, вот, хуки, то есть передняя рука у него не всегда поднимается к лицу, не всегда он успеет отскакивать, всё это вот на нём как бы всё равно, ну, не сказывалось пока, но может сказаться. И Валерий Заботин прекрасно работает тоже передней рукой, то есть они вообще статистически похожи. И вот эта работа, она как раз будет давать Погодину, будет давать Заботину выгодное преимущество в том плане, что он, его не будут напрягать, до него будет дистанция достаточно удобная, которую будет выбирать он, будут микромоменты, когда он будет отдыхать, и начинать атаку, когда он уже отдохнул. Плюс ко всему, Погодин привык к тому, что он примерно на полуглавы голову выше соперника, поэтому настолько хорошо работала у передней рука. Здесь он ниже соперника, и передняя рука не будет так хорошо работать, потому что адампрометрия совершенно другая. Поэтому мы делаем вывод, что 1,3 я, по крайней мере, вам вообще точно не советовал брать, а, возможно, и есть смысл подумать о том, чтобы взять Валерия в свои ставки. Но, опять же, понятно, что там коэффициент 3, это ниже Б, всё понятно, да, но лично для себя я сделал такой выбор. Плюс ко всему надо сделать ещё момент такой, что, помните, с кем был бой, должен был быть бой у Дениса Погодина, бой должен был быть с Владиславом Туйновым. Соответственно, Владислав Туйнов готовился к этому бою, он сделал разбор на этот бой. И где вы думаете, сейчас тренируется Валерий Заботин? В зале у Владислава Туйнова. Помимо всего прочего, помимо физической подготовки, вкусных плюшек, которые сам кушает Владислав, помимо всего этого, есть ещё и тактико-технический разбор, который уже был проведён его командой, и которым вы любезно 100% поделились с Валерием Заботиным наработками. Поэтому я считаю, что коэффициент 3, это 2,8, это очень интересно в этом случае. Но каждый, естественно, должен решать за себя. То есть, возможно, вы будете правы, да, но тут нельзя такие моменты исключать, потому что бой есть бой. Да, ну, безусловно, я всегда упоминаю, это лишь наше субъективное мнение, и мы никого не призываем ставить. Я, наоборот, призываю всегда не ставить по подкасту, а думать своей головой. Ну, по моему субъективному мнению, коэффициент интересный. Ну, надо понимать, ставка к ЖБ в принципе не бывает, как бы имейте в виду, да. Вот, соответственно, я здесь поболею за Валерия Заботина. Я считаю, что совершенно недооценивают его бои в букмекеры. И по цифрам, и по стилистике у него здесь есть хороший шанс. Соответственно, давайте перейдём дальше. Искандер, шеф-повар Зияев, да, против Аниса, охотника Чилаева. И это у нас тоже бой за чемпионский перстень. Вот, и, ну, надо сказать, на самом деле бой довольно-таки интересный. Соответственно, Чилаев определённо, ну, скажем так, заслужил, да, свой выход за пояс, потому что, ну, он выполнил то условие, которое все совершенно знают. Он выиграл три боя, у него три победы, и, ну, кому, как не ему, соответственно, да. Вот, и если вообще вспоминать его бои, то, откровенно говоря, я бы не сказал, что не супер зрелищный. Я пересмотрел сегодня все три его боя, и вот, знаешь, ну, это постоянный сумбур, это постоянные клинчи, ты смотришь совершенно, ну, вот ни черта не понятно. Кто вот в этом сумбуре успевает немножко попасть, да, кто там не успевает, постоянно-постоянно возня. Это всё настолько, знаешь, тяжело просто смотреть даже. Но, тем не менее, Анису удаётся вот в этом стиле, да, одержать свои победы. И в крайнем бою он выиграл Гази Зохана, и, соответственно, сейчас выходит на Искандера, который является обладателем этого перстня. И надо сказать, что у Искандера в топ-доге 3-0, он выиграл крайний бой у Тимура Золотого Мусаева. Отличный, шикарный бой, шикарная победа, никаких вопросов к этому нет, в принципе. Но он уже успел у нас подраться на хайпы все. Бой был там без борьбы, чисто на руках, да, и в перчатках, к тому же не на голых кулаках, но, тем не менее, три раунда по две минуты. И да, он дрался таким более габаритным, более тяжёлым соперником. Конечно, очень, если честно, мне бросилось в глаза его кардио, он прям сильно вымотался в третьем. И бой, кстати, в клинчах проходил, вот это прям сильно меня смущает. Я это сразу доперёд говорю, потому что мне хочется за Искандера поболеть, но он прям очень технично он выглядит, и очень быстрый, да, и техничный. Мне лично он больше импонирует, чем Анис Челаев со своими вечными вот этими сумбурами и клинчами. Поэтому хочется за Искандера, но очень меня смутило, что в раннем поединке прям заклинчевали его конкретно, и он в этих клинчах вымотался, что он в третьем прям совсем был усталый. Всего лишь третий раунд. Три раунда по две минуты там было, здесь будет пять. Вот, и, соответственно, ну, я думаю, что будет стараться проводить этот бой Анис Охотник Челаев, так, как и все остальные свои бои. Ну, у него такой стиль, он будет стараться, но получится ли это, это уже другой вопрос. Коэффициенты у нас следующие на чемпиона, на обладателя перстня 1.77 на Искандера, да, и на Охотника Челаева 1.97. Скажи, пожалуйста, что думаешь по бою, что думаешь по кэфам? Ну, я немножко по-другому увидел, конечно, возможно, ты прав, что он устал, но я, честно, там, я усталость там не увидел, честно говоря, но я вот под усталость, да, такую типа от работы увидел, ну, прямо отсутствие работоспособности нет, ну, я говорю, возможно, ты прав, потому что тут как бы раз на раз не приходится, что-то увидишь, что-то не увидишь. Вот, вообще, надо, конечно, еще сделать акцент на том, что тот парень, с кем он дрался на хайп и все, он вообще является бойцом, насколько я помню, 80 килограмм. Искандар, шеф-повар Зияев, на эту категорию, 64 килограмма, где он является чемпионом, не гоняет вес. Он уже много раз и много времени просит, чтобы открыли категорию до 59 килограмм. Ее, по-моему, вот уже открыли, по-моему, вот как раз таки Хаваш, да, вот Хаваш Олигов с Ебошером будут драться 59 килограмм. Кстати, если вы не смотрели еще на 6, все разборы потом долго обязательно смотрите, у нас они на канале, обязательно переходите на это и смотрите. Вот, и надо отметить, что Ягу, они просто были кардинально разного, разных габаритов абсолютно, да, то есть прям Зияев там выглядел очень маленьким, по сравнению с этим Маратом Исаевым, вот, плюс по весу там была разница, да, потому что Ягу, Искандер, он не гоняет даже все 4, а тут как бы 80 килограмм. Вот, и по мне так там был был щит, там, по мне так были вообще близкие, близкие 2 и 3, но по мне вот точно 1 и 3 забрал Зияев, как мне кажется, да, ну, по-разному можно увидеть, вот, в любом случае, да, бой был близкий. Плюс Самарат такой, ну, неплохой, неплохой он боец, интересный, да, а он возвращается в свой вес, соответственно, удар будет, ну, для пацанов поменьше, намного, как бы, ощутимее, да, и Зияев, он является прекрасным бойцом, адептом там школы как раз-таки вот этой вот советской, ну, ближе, ближе к этому, да, потому что мне тоже нравится. Вот, прекрасная передняя рука, хороший контроль дистанции, челнок с разрывом на ногах и быстрым разрывом вперед и назад, вот, прекрасная дистанционная работа, прекрасные врывы на ногах, да, помните, как он потушил этого золотого, да, просто наглухо, наглухо, дальней рукой в атаке, шикарно, вот. Что касается Аниса Охотника, ну, тоже неплохой боец, неплохой, он тоже пытается дистанционную работу, там, много клинчей у него бывает, да, ну, у него вот прям либо клинч, либо дистанционная работа, да, там, что-то между не бывает, вот. Неплохой кардио, такой вот стилек неплохой, да, что еще? Хорошо работает, когда на него соперник летит, у него прям есть фишка, когда он раздергивает, ну, такая классика бокса, когда ты выдергиваешь такой передней рукой, Флойд Майлезер любил эту очень тему, да, вот этот код Мэйвинч, как он называл, да, типа джебом вытягиваешь назад на дальнюю ногу и вставляешь дальнюю руку, да, вот это прям он очень любит этот Анис Чилаев делать, и получается у него это делать, да, но надо отметить, что защита у него средненькая, атака у него средненькая, да, то есть такая вот классическая топ-договская, да, чисто давай, вот, две коряги кидаешь, какая ближе к лицу, то ебало покрываешь, да, вот, и, собственно, вот такая вот работа, ну, в целом, неплохой боец, по делу он вышел на титул, много он тоже любит говорить, вот, прям без устали это делает, говорит, что там вообще не было соперников там у Зияева, вот, мы разобрали соперников беспощадного, да, вот, с Зияевым не могу так сказать, потому что был хотя бы золотой, да, но это хороший уровень, плюс Марат Исаев за пределами топ-дога, это тоже неплохой уровень, близкий бой с ним провести, тем более на другом весе абсолютно, это тоже очень интересный момент, да, в целом, короче, нормально, вот, и по оппозиции Чилаева, ну, не могу ничего особенного сказать, да, там были неплохие бойцы, там Камазист был, который, кстати, его тряханул в первом раунде сдвоенной работой передней рукой, да, то есть, возможно, именно на обратной двойке и повторной атаке с окончанием на переднюю руку будет делать акцент Искандер Зияев, но это мы посмотрим непосредственно в бою, вот, но Камазист зацепил, так или иначе, Аниса в первом раунде, да, вот, ну, момент такой, что у Камазиста, в принципе, кардио на один плюс-минус полтора раунда, да, вот, Анис его скушал там, да, померзкий мотиватор, ну, это отдельная история, там, человеку, не знаю, сколько, под полтинник лета, где-то 70-75 примерно, ну, да, и плюс у него рекорд уже, в общем, накопился 0-4, да, надо ли его вообще оценивать, ну, и Гадзи Зохан, на Гадзи Зохана мы еще посмотрим на этом турнире, который мы делаем разбор, но, в общем, надо сказать, что, ну, не прям уж, да, не прям уж, какой-то уровень высокий, но, в принципе, парень тоже плюс-минус неплохой. Как мне кажется, Зияев будет лучше на дистанции, у него жестче удар, у него точнее работа, вывереннее, я считаю, что у него будет, ну, нормальное кардио в этом бою, я думаю, что оно ему даже здесь не потребуется, я думаю, что, в принципе, он должен закончить этот бой досрочно. Ну, вообще, я думаю, на дистанции, на мой взгляд, почти точно он будет лучше, потому что все-таки именно дистанционно у него хорошая работа, и, кстати, мне кажется, что в скорости он будет превосходить, а не Сочилаеву, у него реально прям, как мне кажется, довольно хорошая скорость и передвижение, и скорость рук самих. Ну, соответственно, если закатается какой-то сумбур, здесь уже, возможно, будут какие-то трудности, ну, будем верить, мне, как я и сказал, больше импонирует здесь именно шеф-повар, я здесь буду за него, кэфы, в принципе, близкие, да, здесь можно за кого угодно поболеть, потому что и на того кэф неплохой, и на того неплохой, я даю предпочтение Искандеру, и буду здесь за него. Да? А вы пишите, на кого вы ставите, за кого вы болеете, кого вы поддерживаете, как вы видите бои, и все это делайте в комментариях, понравился вам разбор, ставьте лайк, мы старались, мы выделяли время на разбор боев, на запись боев, на обсуждение боев, это куча времени, на самом деле. Как минимум два из этих пункта, которые я перечислил, можно было один из них сделать непосредственно в момент дачи ставок, в нашу платную рассылку, которую я напоминаю еще раз, да, один из них вообще можно было скипнуть. Но мы для вас собрались, в очередной раз разобрали эти бои, и я надеюсь, что вы будете благодарны за это хотя бы лайком. Всем пока, всем удачи, мир ваш дом, счастье ваш мир, да, и непосредственно денежного вознаграждения за все ваши и наши старания. Да, всем пока. Всем пока.